Привет, привет, привет! Я один, кто меня не знает, и вы мне много просили сделать видео о моих самых любимых книг. Рассказать вам, какие мои самые любимые книги выбрать? Какие мои самые любимые книги? Это как выбрать, что я обожаю, что я больше всего хочу кушать. И мне очень трудно... Я очень люблю кушать, поймите меня. И я очень люблю читать книги, так что... Иногда мне хочется итальянскую кухню, иногда азиатскую, иногда марокканскую, иногда мне хочется кушать еду бабушки моего молодого человека, еменскую кухню, или кушать кухню моей мамы, которая делает кухню всемирную. Иногда мне хочется кускус, иногда мне хочется лазанью, так что это очень трудно выбрать. На айфоне, то вы видели, что на обложке у меня написано, почему или-или, когда можно это и это, так что я решила сделать вам каждую неделю видео про одну книгу, которая мне очень понравилась и которая у меня всегда останется в голове. Так что сегодня я начну с самой такой книжки, что я думаю, что 90% мира читали её, я вам уже про неё говорила даже. «Маленький принц» от Антуан Сент-Экзипери. Я всегда говорю это неправильно, потому что... Потому что... Потому что иврит — это не как испанский, и даже не как русский. Вы не можете прочитать, увидеть имя, которое вы не знаете, как говорить это на французском, и вы будете знать, как его говорить. Так что я иногда говорю Антуан Сент-Экзипери. Но его зовут Экзипери, но я же не француз, извини меня, Антуан Сент-Экзипери. Мне очень трудно сказать твоё имя, но я тебя очень люблю. Знаю, что ты уже не в живых. Но почему ты написал только одну книгу? Почему? Почему? Почему ты так жестоко со мной обошёлся? Эта книга... Она книга для маленьких. Тут есть... 86 страниц. 86 страниц магии, невинности и смысла жизни. Эта книга для маленьких детей, но в ней есть столько много смысла жизни для нас, взрослых людей. Если... Когда я читала эту книгу, когда я была маленькая, я читала книгу про маленького принца. Но когда я читала эту книгу в прошлом месяце, когда я купила эту книгу моему молодому человеку, да, это, может быть, будет вам смешно, но... Я думаю, что такая книга должна быть у всех в библиотеке. И несмотря на то, что она для маленьких книга, она больше для взрослых. Потому что маленький, когда он прочитает эту книгу, он немного поймёт из неё. Но взрослый... У него будет столько мыслей о этой книге. Я вам скоро почитаю мои любимые цитаты из этой книги, чтобы вы поняли, о чём я говорю. Но... Это книга про маленького принца. Антуан сам, он был лётчиком, если я не ошибаюсь. И Антуан Де Сент-Экзюкпери, писатель этой книги. И он один раз упал в пустыне Сахаре или Сааве, не знаю, как на русском говорят. И эта книга о маленьком принце, этот маленький принц, он приходит из другой планеты на эту пустыню. И он рассказывает о розе, которая оставила на другой планете. Я вам не буду рассказывать книгу, потому что я хочу, чтобы вы прочитали, если вы прочитали. Но он относится к этой розе, как будто бы это его самая большая любовь. И ему так больно, что он её оставил. Но он рассказывает про эту розу, и про как всё было, и как он ходил с планеты, с планеты. И если вы прочитаете эту книгу, вы можете так много задуматься о жизни. Я сейчас вам хочу сказать несколько цитат, чтобы вы знали, о чём я говорю. Есть одна цитата про розу, что он объясняет тому человеку. Когда даёшь себя приручить, потом случается и плакать. Подумайте про это. Вы можете прожить всю свою жизнь, не давать никому себя приручить. И тогда вы не будете тоже плакать. И он не будет плакать, может быть. Но вы думаете, что такая жизнь лучше? Мой друг, он имеет в виду маленького принца, никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Вот ещё одна цитата, которую я очень люблю. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, какой у него голос, в какие игры он любит играть. Ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что знали человека. Это самая лучшая цитата в мире. Вы не думаете, как я? Ну, это всё. Сейчас же, пожалуйста, сейчас же бегите в магазин и покупайте маленького принца, если вы ещё не читали эту книгу. И напишите мне, если вам будет интересно, что я буду каждую неделю вам выкладывать видео с другой книгой, которую я очень любила. Я хочу вам ответить на один много задаваемый вопрос. Мне много спрашивают, расскажи, про какие книги ты читаешь, и, может быть, ты можешь посоветовать какие-нибудь книги, чтобы, так сказать, я могла бы лучше, может быть, узнать о мире или что-то такое. Извините, не знаю, как объяснить себя. Но я хочу вам сказать, что то, что я вам рассказываю из моего опыта, это не книги. Мой опыт жизни, он не идёт от книг. Да, я читала очень много книг, романов, философии. Я мало психологии читала, но я больше читала романов, потому что я люблю романы, я обожаю романы, я просто горю от счастья, когда я читаю роман, когда я могу... Вы слышали это? Кошки за моим окном. Я горю от радости, когда я могу читать роман и уйти несколько лет назад, в прошлое. Но то, что я вам рассказываю о он и она или о жизни и всё такое, это не из книг. Это из моей жизни. Мне 25 лет, и я много чего видела и слышала, и прошла в этой жизни. И поэтому есть у меня о чём рассказать вам. Я думаю, что чтобы человек был мудрее, он должен делать много ошибок. Я в своей жизни делала очень много ошибок, и поэтому я могу вам с вами поделиться с этими ошибками, чтобы, может быть, вы от них что-нибудь выучили, и чтобы вы не делали такие ошибки. Или если вы сделали такие ошибки, как я, то бы вы знали, что это не конец мира, и каждая ошибка вас только принесёт ещё больше и больше к вашему хорошему будущему. Так что я с радостью с вами поделюсь моими любимыми книгами, откуда вы можете стать мудрее и умнее, и выучить что-то интересное. Но, пожалуйста, не думайте, что то, что я вам рассказываю, это из энциклопедии, как будто бы я читала днями ночью энциклопедии. Это не так. То, что я вам рассказываю, это мой опыт. И вот и всё. Но я думаю, что опыт и книги — это самый большой плюс. Так что читайте книги и делайте ошибки. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. И ждите следующей книги. Будет очень интересно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok